Тили-тили-тили-бом, было вошли, но в дом. Известным миллионам детей сказку Самуила Маршака поставила участница хора Валентина Кузьменко. Артистами стали коллеги по музыкальному цеху. Первыми зрителями сами ветераны, те, кому на этот раз не досталось роли в театральном представлении. Конечно, большое спасибо нашим артистам, потому что они, это со мной не очень просто, да. Костюм. Костюм. Да. Костюмер. Потому что они у меня не только учили слова, делали костюм почти сами все, но некоторые помогали друг другу. Вот эти, все это сами они делали, все. И вообще, все хорошо, спасибо. Для Валентина Кузьменко, как режиссера ветеранской театральной студии, это не первая постановка. До Кошкиного дома были «Красная шапочка», «Волк» и «Семеро козлят» и множество других инсценировок, которые в дальнейшем ветераны показывают, например, в детских садах и школах. К подобным затеям своих подопечных руководитель хора «Верность» Наталья Григорьева относится с большим уважением. Ведь такая совместная работа еще больше сплачивает и без того дружный коллектив. Вот эта последняя работа заслуживает внимания, потому что это были яркие костюмы, которые шили, готовили сами участники. Очень отнеслись серьезно и помогли работники Дворца культуры Сергей Филипп со световыми эффектами, художник Татьяна Коптяева. А два месяца назад ветераны затанцевали. При хоре стал работать бальный кружок под руководством одной из солисток коллектива Елены Шмаковой. Свои первые наработки начинающие танцоры смогли продемонстрировать на бале ветеранов, который прошел в городском ДК под Старый Новый год. Сегодня в нашем коллективе есть такие спутники, как вокальный ансамбль мужской «Верные друзья», который отмечает нынче в марте месяце свое 15-летие. Женский вокальный ансамбль «Хорошее настроение», смешанный ансамбль «Папури» и смешанный ансамбль «Полония». Сегодня в составе хора «Верность», который в этом году отметит свой 27-й день рождения, 50 человек, в основном женщины, мужчин всего 12. Было бы неплохо, признается Наталья Григорьева, добавить мужского вокала. Так что если вы на пенсии или близки к ней, у вас есть маломальский слух и голос, желание петь, вы можете стать одним из участников этого коллектива. Связаться с руководителем хора можно по телефону, номер которого сейчас на экране. Дорогие ветераны, приглашаем в наш коллектив. Я думаю, что вы найдете себе тут друзей и то, чего вам, может быть, не хватает многим в одиночестве.